Погоди, погоди, ты чё, ревнуешь? Чё? С ума сошёл, конечно же! Здарова, братаны, вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить лишь переводчика, и сегодня уже обратно появилась вебка, как я уже говорил, прошлый выпуск я чуть не забыл, в принципе, записать. Так что, в пожарных условиях делалось, ну, как уже получалось. Ну что ж, а сегодня погнали. А я разве не компания? Смутившись пуще прежнего, сказала Мику. Почему не компания? Компания? Да ещё какая! Ты же проводишь меня, ну пожалуйста, пожалуйста! Я вздохнул. Да. Пару минут подождёшь? Две минуты, а ты успеешь? Мику, это образно так говорят. Я могу сказать одну секунду или минутку и выйти через три, четыре или даже пять. А вот оно как у вас. Тогда я подожду тебя три или даже пять минут. Милаха. Вай. Так, так максимально неохота куда-то идти. Ещё и на улице жара. Может сказать, что я болен и устал и всю ночь не спал? Не, не пой... Не, не пойдёт. Топай, топай. Хотя бы повод куда-то сходить и развеяться появился. И хотя бы сегодня целый день не сидеть и пялиться в... И хотя бы сегодня целый день не будешь сидеть и пялиться в текстолит. Такой шанс нельзя упускать. Эх, жизнь моя жестянка. Полностью экипировавшись, в голову пришла мысль взять с собой ещё и кофту-джемпер. Мику явно не в курсе, что в кинозале могут работать кондиционеры. Вдруг замёрзнет, а виноватым буду никто иной, как я. Вау, просто вау. Удивлён, что хоть иногда тебе в голову приходит здравая идея. Слушай, не подскажешь, где у тебя там кнопка выкл? Обещаю, нажимать её не буду. Не-не-не-не, меня не обманешь. Не скажу ни за какие фантики. Взяв ящейков, то я пошёл на выход, где меня уже ждут. Я готов, идём? Да, идём. На улице же жарко. Своим взглядом, указав на кофту в моих руках, спросила Мику. А, ну, это для тебя, в общем. В кино может быть прохладно кондиционер и все дела, тем более лето. Поняла. Спасибо. Не за что. Лифт, я надеюсь, работает? Ещё и засмущал. Мику, а почему вы поселились именно тут, а не в каком-нибудь отеле? Тут в городе есть парочка неплохих. Правда, я там сам не был, но слышал от знакомых. Да и школу выбрала ты не самую здесь лучшую. Вон, гимназия номер 12 в двух кварталах отсюда. От моих слов Мику остановилась. И, судя по её выражению лица, задумалась над моими словами. Честно? Ну, если это не секрет... Если это секрет, то не говори. Просто интересно. Я уверен, что вы с семьёй можете позволить себе намного больше, чем то, что есть сейчас. Не каждый же день к тебе в класс переводится суперзвезда и селится на этаже ниже в древней хрущёвке. Никто не знает, где я. Это как? Не знает? Её слова очень удивили меня. Мы совершенно тайно улетели из страны. Никто, даже самые близкие родственники, не знают, что я сейчас в Российской Федерации. О, как. Наверное... Наверное, почему вы решили тайно уехать из страны, я не должен спрашивать, да? Я и сама не знаю. Это как так? Удивился я ещё больше. Родители сказали, что мне нужен отдых, и мы за один день собрали вещи и в тот же день улетели. А почему в Россию? У нас папа русский, он рассказывал, что в 80-е эмигрировал в Японию, потому что здесь не оказывали должного уважения, как он выразился, инженером. А на моей родине его признали, и через пару лет он стал ведущим инженером самой большой корпорации по производству машин премиум класса. Там она встретил мою маму, работала она там, ну, был гаковым, не помню, с деньгами связанная. Как это у вас профессия называется? Бухгалтер? Наверное. Именно поэтому я и знаю русский, попаучил меня и ему, помимо нашего японского. Крутая история. Нет, реально такая необычная. Прям садись и книгу по ней пиши. Мику засмеялась. Скажешь, тоже книгу. Да ладно тебе. Может даже и роман, а назвать его... История без оригинала. И еще одна отсылочка. Как тебе? Мику одобрительно улыбнулась. Название мне нравится даже очень. Ну все, завтра я иду к вам в гости брать у твоих родителей интервью. На третий день знакомства? Вот это... Времени зря не теряют, да. Мику сначала... 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 Не поняла, что я сказал. Не расслышала, а затем как поняла и прикрываясь ладошкой, пыталась тихо посмеяться. Вышло у нее не очень. Бугагашки, бугага... Ой, не смеши меня. Я серьезно. Несерьезно нахмурившись, скрестив руки на груди, ответил я. Может у меня талант писателя, откуда ты знаешь, а история знакомства твоих родителей может стать моим самым великим романом. Похоже, мне удалось убедить Мику, что я чертовски серьезен. Она остановилась и пристально стала смотреть мне прямо в глаза. Вот в такой ситуации было бы невозможно устоять вообще. Если ты не шутишь, то я, конечно, вас познакомлю. Мама будет очень рада, что... Она очень... Гостеприимная, вот. А чай, она готовит самый-самый вкусный. Если ты ей понравишься, в чем я не сомневаюсь, то она с удовольствием тебе все расскажет, я уверена. Слава Мику немного смутили меня. Ладно, ладно, понял я. Мы почти пришли. Тем временем на горизонте уже виднялся местный торговый центр. Единственный у нас на районе. Встретить кого-то здесь из знакомых, да еще и в субботу, будет огромной удачей. Парадокс, но этот ТЦ не популярен среди молодежи. Максимум, здесь есть кинотеатры, все. Разнообразные магазины одежды, одно кафе и все. Так что я не волнуюсь за то, что кто-то может нас застукать вместе. Подумают еще чего не того. Хотя, не все ли мне равно? Ну, вы же за ручку не ходите? Пока не ходите. Что значит пока? Ну и народу. Мику, не отходи от меня далеко. Торговый центр хоть и небольшой, но потеряться здесь запросто. Хорошо. Мику шла очень медленно. Каждый магазинчик вызывал у нее живой интерес. И мне приходилось сбавлять шаг или вовсе останавливаться и ждать, пока каждое платье, каждая сумочка будет детально рассмотрена моей спутницей. В один момент я захотел подойти к ней и кое-что спросить, но... Как у вас тут много магазинчиков? Восторженно сказала вслух Мику. Да, есть такое. Сравнявшись с ней, невозмутимо ответил я. Ой, засмотрелась я, а мы в кино не опоздаем? Словно читая мои мысли, заволновалась Мику. Я как раз хотел об этом напомнить. Тогда идем. Ага. Я безмерно рад, что я ваш миллионный гость. И что вы мне дарите три бесплатных билета, но извините меня, почему их можно использовать только сегодня и только на этот фильм? Возле касса стоял довольно-таки громкий бас, а зайдя за угол, я увидел, кем являлся нарушитель покоя. Ну как так можно-то? И что мне с этими билетами делать? Задавая литерический вопрос, похоже, самому себе продолжал возмущаться один мой старый знакомый. Ой, это же... Семен, я не помню, как его зовут. А он и не представлялся. Вот же невоспитанный человек. Хотя не он один решил проигнорировать новенькую. А может просто не успел представиться? Эй! Крым наш! Это что еще за хуйня? Это Лео. Определенно. Я вас категорически приветствую. Какими судьбами? Незаметно подмигнув Мику, решил выпендриться заодно и поздороваться Лео. Время разливать напитки и вершить судьбу. Мы поздоровались друг с другом нашим фирменным рукопожатием, которые знают лишь единицы. Мику выпала уникальная возможность воочию увидеть его. Вообще не думал, что сегодня кто-то из знакомых... Теперь знакомых встретить. Плюс свою. А эти двое в Дотан шпилят. Мне вообще фиолетово где и что они мутят. И к чему ты спрашиваешь? Мне что, и спросить теперь ничего нельзя? Просто я тебя первый раз вижу не в компании этих задротов. Сам-то как будто не такой. А! Кто бы говорил! И вообще, по крайней мере, я не целыми днями ору на своих тиммейтов из-за того, что они не залупили танков мед. Чего? Они заполили. Есть такое. Кажется, мы забыли, что мы тут не одни. Чего стоишь? Переводи. Засмеялся Лео. Его поддержала и Мику. А затем и я. Ладно, это можно опустить. Перейдем сразу к сути. К сути? Мне тут на халяву, то есть бесплатно. Дали помимо моего билета в кино еще два в подарок. Навешав лапшу на уши, то есть немного обманул. Вот, я, конечно, ни на что не намекаю, но... А что за фильм? Тринадцать друзей Оушена. Ой, это же тот самый фильм с американским актером. Теперь ясно, какой ты тогда имела в виду. Решено! Косер! Дайте билет мне, моему другу и его очаровательной спутнице! Язык без костей. Ну, никуда очаровательная. Сказав это с явными намерениями смутить нас обоих, он летящей походкой пошел забирать подарочные. Будь они неладны, билеты. Кто-нибудь что-нибудь будет там попить майби или что-то еще? Я угощаю! Не. Сурово ответил я. Да. Я вздохнул. Мне тогда тоже чего-нибудь там возьмешь. Через пару десятков секунд Лео вернулся к нам, протянул Мику алюминиевую банку американской мечты. Кока-кола. А мне? Осталось только это. Не обессуй. Не скрывая своей насмешки, Лео протягивал у меня классический буратино. Ага. Ну, спасибо и на этом. И, Семена, что это за газировка? Я, как и мистер Шутник, удивился. Демонстрационно взял ее в одну руку на манер копка. Или что-то наподобие этого. Прокашлявшись, я решил рассказать про этот замечательный напиток. На меня опередили. Это нечто абсолютно иное. Наше, родное, советское. Прохладительный напиток с кисло-сладко-горьким вкусом. Первый раз о нем слышу. Семен, давай обмен. Да ладно, я сейчас еще возьму. Не надо. Я поменялся с Мику напитками, и мы оба с Лео затаили дыхание. Иностранный посол пробует наш русский напиток, от которого зависит дальнейшее сотрудничество стран. Воображал я себе, передавая... Передавая всю важность и значимость моменту. Ммм, вкусно. Я выдохнул, как и Лео. Спасибо, что хоть что-то в нашей стране стабильно, как вкус старого доброго дюшеса. Так, ребят, кинчик начинается, то есть кино. Идем. Ну, пошли. Я понял. Мы не спеша будем смотреть... Кинчик вместе с ними. Кстати, а что ты не помнишь, чтобы я смотрел 13 друзей Оушена? Надо будет глянуть. Или они там с 11 вроде бы начинались. Сколько раз я его не смотрю, не перестаю удивляться. Какой это гениальный фильм. А игра актеров, что-то с чем-то. Да, полностью согласна. Семен, ты чего такой серьезный? А, да так. Не люблю я зарубежные фильмы. Мику с Лео удивились. Не знал, а почему? Только не говори, потому что они не русские. Лео вздохнул. У каждого свои вкуса. Переубеждать тебя я не собираюсь. Каждый останется при своем мнении. Семен гибел. Но ты даже не попытался этого сделать. Сказал я про себя. А ты Мику что по этому поводу скажешь? Тебе вот важно то, откуда и кем снят фильм? Если он получился действительно хорошим и качественным. Конечно нет. То есть не важно откуда он. Главное, чтобы... Кто у вас говорится, брал за душу. Ну, хоть кто-то разделяет мое мнение. Ах, хороший сегодня день, однако. Потянувшийся резюмировал кинолюбитель. Хм. Как насчет того, чтобы посидеть в кафе? Нет-нет, Семен, не делай такое лицо. Я угощаю, за мной должок, помнишь? Какой должок? Человек-слово. Да-да, знаем. Мику, твое слово. Ам, я же еще не... Да, можно. Тогда идем. Семен, что-то не так? Чувствуя себя в чем-то виноватой, спросил о Мику. Нет-нет, все окей. Мигом сорвал в себя маску непонятно откуда взявшейся зависти. Этому миру вновь вернулся беззаботный и позитивный Семен. Фильм так не понравился, да? Да бог с этим фильмом, женщина! Сначала бесплатные билеты, а теперь еще и это. Это все вроде, если я не ошибаюсь, должен был делать я? Друг, я не понимаю тебя. Че с тобой? Погоди, погоди. Ты че, ревнуешь? Че? С ума сошел, конечно же! С моей точки зрения, все неправильно. Это вот, вот это все. Не-не, ты заднюю... Заднюю... Не давай. Ой, все. Абонент не абонент, поговорим позже. Да знаешь, вспомнилось кое-что. А теперь это совершенно не важно. Хорошо, если хочешь, можешь мне рассказать, станет легче, вот увидишь. Да-да, расскажи ей что-то по ушам, тё... Да, глупости всякие в голову лезут. Со мной это бывает. Только не подумай там, что я не такой, как все. Не собиралась. После моих слов, Мику заметно погрустнела. Я че-то не то сказал? Знаешь, там дома, на родине, все считали меня не такой, как все. Была я на домашнем обучении, так как на посещение школы у меня не было времени. Но иногда выпадали свободные дни, и родители отправляли меня куда-то. Все ребята сторонились меня, иногда мне казалось, что учителя и вся школа избегают меня. Из-за этого я очень не любила туда ходить. Очень грустно об этом вспоминать. Да иди обними её, баранища, блин, ну капец. После каждого её предложения ей становилось всё хуже и хуже. А насколько хуже ей может стать, мы узнаем уже в следующий раз. И сегодня на этом всё. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока. Вернись ко мне, моя мечта, из уголков пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай, освободи меня из плена.